Тема нашего сегодняшнего эфира – «Как обрести уверенность в себе». Привет, друзья! Очень рада вас видеть. Давно не проводила эфир. Всем привет! И хочу начать сразу с вопросов. Напишите, пожалуйста, как вы себя вообще чувствуете и ощущаете ли вы себя уверенными? Так, как вам бы хотелось. Итак, напишите, пожалуйста, ощущаете ли вы себя уверенными во всех своих действиях, во всех своих проявлениях. Привет, привет, привет! Много пока присоединяются. Мы сегодня с вами сделаем практику. Да, ой, прекрасно мы с тобой погуляли. Так, не всегда. Вот я вижу, да, что не всегда мы чувствуем себя уверенно. Уверенно. Так, нет уверенности сейчас ни в чем. По-разному бывает. Не всегда. Не всегда. Так, не ощущаю проблемы с личными границами. Отлично. Как раз сегодня будем интересную практику с вами делать. Так, как у остальных с уверенностью? Все ли в порядке? Хочется, знаете, еще задать такой вопрос. Вот многие из вас пишут, что не всегда я чувствую уверенность в себе в каких-то моментах. Вот интересно просто понять, это связано с какими-то обстоятельствами, в которые вы попадаете. Либо, в принципе, бывает такое, что вы не ощущаете себя уверенными вот прям внутри. Так, часто не уверена в своих действиях. Выборем боязнь ошибки. Ага, часто не уверена в своих действиях. 20 лет нет уверенности, потому что все говорят, он еще молод, а сейчас 35, и кажется, что уже поздно. Уверенность нет. Вы что, 35 лет это самый сок? Мне уже 37, и поверьте, тема уверенности, она, конечно же, в разные периоды времени может у нас с вами проявляться. Так, смотря как выспишься, тоже хорошо. В принципе, нет стержня внутреннего. Ну, смотрите, вы знаете, я то, что читаю сейчас, да, не все, конечно, еще ответили на этот вопрос, но, тем не менее, можно уже сказать. Почему мы не чувствуем вообще, в принципе, уверенности? Вот попробуйте вспомнить себя детьми, да, когда мы были маленькими, или просто даже вспомнить какого-то своего знакомого ребенка, то можно увидеть, что дети, они абсолютно уверены в себе. Они могут всегда разговаривать с кем хотят, они могут себя проявлять так, как хотят, они могут требовать то, что они хотят. То есть они, в принципе, абсолютно уверены в себе. Но в период, опять же, взросления, да, каких-то обстоятельств, социум, либо родители нам внушают определенную неуверенность. Знать, здесь молчи, здесь не говори, здесь себя ты там плохо ведешь, здесь что-то еще, что-то там у тебя не получается. То есть мы потихонечку начинаем давать себе некую оценку. Какие мы вообще, как мы себя вообще ощущаем в мире, да, то, как нас воспринимают. И вот чаще всего вот эта уверенность появляется из-за того, что нам транслирует мир, да, то есть мир через каких-то людей, через определенных людей, так же, как и родители, да, или там, может быть, какие-то, в каких-то садиках, школах, да, то есть где-то вот в социуме нам что-то говорят, где-то нам что-то запрещают или говорят то, где нам не нужно проявлять вообще вот свою, так скажем, свое такое самовыражение, да. И постепенно мы начинаем себя как-то оценивать. И, естественно, с возрастом, попадая в какие-то определенные условия, мы потихонечку вот эту уверенность теряем. Плюс еще чаще всего вот я замечала, когда, например, ты сталкиваешься с человеком более уверенным, да, более таким, с таким мощным внутренним стержнем, да, потому что все-таки уверенность – это про внутренние самоощущения, да, про то, как ты себя вообще, в принципе, чувствуешь, насколько ты можешь опереться сам на себя, не на обстоятельства, не на кого-то извне, а конкретно именно на себя. И если мы встречаемся лицом к лицу с таким человеком, то, как правило, наша уверенность, если он, например, в чем-то эксперт лучше, чем мы, то мы, конечно, тут наша уверенность начинает подшатываться. Я сегодня хочу эту тему поднять с позиции вообще архетипов. И, по сути, если мы вообще говорим про архетипы, еще Юнг, да, вывел там определенные 12 архетипов, которые символизируют некую структуру личности, то, какой ведущий архетип больше всего в нас проявлен. Опять же, как я уже говорила, да, что ранее мы все с вами рождаемся немножко такие, как чистые листы, и потом уже в процессе жизни, да, то есть нас уже как-то мы понимаем, кто мы, что мы и как мы вообще действуем. Но в течение всей жизни, в каких-то разных ситуациях мы себя как-то проявляем и уже даем себе определенную оценку. Здесь я сдрейфил, здесь я струсил, здесь я не смог. И уже формируется вот эта самооценка наша. И так как Юнг, например, говорит о том, что архетип, ну, никак не поменять, на самом деле, я здесь не совсем придерживаюсь вот этого мнения, потому что, в принципе, точно так же, как, например, если мы с вами рождены в определенном теле, да, или там человек склонен к полноте, что он может сделать? Он начинает себя совершенствовать, да, то есть он начинает совершенствовать свое тело посредством какого-то питания, посредством спорта, да, и он приводит в себя в нужную форму. По сути, мы можем точно так же совершенствовать свои какие-то качества, да, то есть как бы и уверенность в том числе. То есть это, в принципе, можно наработать нам. Но, опять же, возникает вопрос, как это сделать, да, чего оттолкнуться, и вот можно, в принципе, изучая определенные архетипы. Мне очень нравятся египетские боги, да, это такое очень-очень древняя такая история, да. Да, богам раньше поклонялось очень много людей, очень много хотели быть похожими на богов, да, примеряли на себя их качества. И вообще, если говорить с позиции, например, того же самого бессознательного, да, то есть то, как мы вообще воспринимаем реальность или какие-то качества определенные, либо вообще что-то, да, то мы всегда отталкиваемся от образов. И именно образы нашему бессознательному понятны. Соответственно, настраиваясь на какого-то определенного бога, то есть мы можем представить, какими качествами он обладает. То есть это как некий образ, который мы можем очень легко с вами сдвинуться. И если, не знаю, вот напишите, ребят, можете плюсики поставить, кто-то вообще знаком с египетскими богами, что-то знаете, может быть, мифы какие-то читали, тоже очень интересно узнать, может быть, тут вообще никто не знает. Если вы не знаете ничего, совсем ничего, можете минус поставить. Чтобы понимать, в каком контексте с вами сегодня разговаривать. Жду ваших комментариев. Немного, видимо, эфир еще притормаживает. Так, смотрите, если мы берем вообще богов, да, то есть может быть кто-то из вас слышал, кто-то из вас знает. Есть такой бог Сет. Его, как правило, воспринимает как такого плохого бога, да, бог хаоса, разрушения, смерти и так далее. Но он обладал очень сильными качествами. То есть по факту, как бы мы все относительно, да, то есть можно где-то что-то расценить как хорошо, что-то... Но вот он как раз обладал вот этой внутренней силой и стержней, абсолютной, абсолютной просто уверенностью в себе, знанием, куда он хочет двигаться, да, то, чего он хочет достигать. И по факту мы можем взять именно вот эти его качества и применить, например, к себе. Потому что очень часто нам не хватает уверенности, чтобы к чему-то приходить. Например, достигать какую-то цель, да, то есть нам страшно, мы стесняемся, да, элементарно иногда даже просто мы стесняемся, не знаю, там, сториз записать, да, это я сейчас о себе говорю. Вот, или эфир какой-нибудь провести. Тоже бывает немного. Мы стесняемся каких-то таких моментов, мы думаем о том, что скажет публика, да, что скажут люди, что скажут родители, там, и так далее. Вот, и здесь через этого бога мы можем как раз взять у него вот эти хорошие качества, именно вот эту уверенность и движение к целям, да, то есть когда он абсолютно не думал о том, что о нём будут думать его окружение, да, или там о те же самые боги, да, или знал точно, чего он хочет, да, и он прямо стремился к этому с какой-то такой внутренней агрессией. То есть если мы вообще будем рассматривать ту же самую агрессию или гнев, и не будем на неё смотреть именно как на гнев и агрессию, то просто почувствуйте, вот вспомните просто, когда вы злитесь, когда вы агрессируете, да, когда вот у вас такой нокаут прям страстей внутри происходит, когда всё кипит, вспомните, сколько там энергии. Там очень много энергии, там очень большой такой заряд, и вот по факту вот на этой энергии мы можем с вами ехать, да, когда ты вообще тебя, ничего тебя не волнует, да, то есть ты вот как бы на этой сильнейшей, мощнейшей энергии куда-то двигаешься. Если мы представим вообще вот этого бога, представим с этого, то это очень такой сильный энергетический образ. И представьте, что мы с вами можем прямо сейчас, например, сдвинуться именно в этот образ. Вы просто сейчас на секундочку почувствуете, что вот есть персонаж, на такой бог воинтель, бог войны, да, то есть разрушение, где-то там внутри у него очень много силы, много уверенности, и есть определённый стержень. И мы можем взять эту уверенность. И когда нам необходимо войти вот в это состояние, то есть мы можем представить этого бога, и можем как бы поконтактировать с этой энергией. И сегодня мы с вами это сделаем, сделаем небольшую такую практику. Мы с вами уберём все наши какие-то такие переживания, неуверенности, да, и так далее. И возьмём, почувствуем вот эту силу через практику, этой уверенности, этой энергии. И вы просто на себе вот через тело, через медитативную технику почувствуете то, как вы можете зарядиться этим моментом, да, то есть то, как вы можете, как вы вообще будете себя ощущать. Вот, и опять же, если мы говорим про архетипы, это набор вот этих качеств, два всяких разных мощных, вот, и очень легко мы можем с вами сдвигаться через подсознание, да, то есть как бы сдвинулись в образ, тут же почувствовали, мы даже чувствовать можем, что как будто бы сам вот этот бог нас ведёт, да, то есть как будто бы он стоит за нашей спиной, грубо говоря, да, и двигает нас куда-то там в мир, к тем целям, к которым мы хотим дойти. Так, друзья, давайте тогда, как-то я не понимаю, почему комментарии у меня немножко... А, вот они, поехали, всё, я вижу. Так, да, я иду на вебинар, мне сегодня друг с Египты привёз пирамиды и картины, символично вышло. Почему-то странно, у меня не идут комментарии, приходится самой, ну ладно. Так, бог в солнце, я больше не помню. Ага, недавно в медитации по арканам пришло имя Осирис, я сначала не поняла, потом увидела ваш курс и решила, что надо идти. Конечно, Осирис тоже очень интересный бог и обладает очень тоже интересными качествами. Смотрите, знаете, ещё вот тоже хотел сказать такую интересную вещь, что если, ну вообще, кто-то из вас когда-то занимался, вообще изучал сами архетипы как таковые, их всегда делят на мужские и женские. Чем мне, например, нравятся именно египетские боги, что, в принципе, с женскими архетипами и женскими каналами может работать и мужчина в том числе. Точно так же, как и женщина может работать с богами Египта, да, и с мужскими богами. Потому что мы берём именно качества. Если мы, например, рассмотрим... Уверенность всем нужна. Правильно, неважно, какого ты пола, мужчина ты или женщина, иногда нам не хватает вот этой силы, да, даже вот я себе говорю про женщину, нам не хватает вот этой мужской силы. Некоторым мужчинам, может быть, например, не хватает эмпатии, да, то есть не хватает где-то какой-то гибкости, где-то чувствования, например, да, и это тоже может быть проуверенность, да, в том числе. Потому что если мы не можем почувствовать другого человека, да, и мы можем просто разговаривать на разных языках, то в какие-то моменты, если ты не прочувствовал ситуацию, если ты не прочувствовал человека, например, то тоже тебя может разгромить, да, какая-то история или какой-то человек, например, да, разрушив вот эти твои представления, да, от той ситуации, в которой ты, например, находишься. Вот, поэтому здесь мне очень нравятся как раз египетские боги тем, что мы можем с вами работать хоть там, хоть там. Вот, хоть с мужскими архетипами, хоть с женскими архетипами и можем с ними взаимодействовать. Так, в Каирском музее от сильных вибраций упало в оборок. Интересно. Так, ну что, друзья, есть ли у вас какие-нибудь вопросы? Может быть, у вас есть какие-то вопросы там к теме уверенности или вы готовы, например, пойти в практику, поработать в практике, и потом мы с вами уже обсудим то, как вы себя чувствуете. Давайте сделаем так. Вы сейчас буквально на пару минут закройте глаза и сконцентрируйтесь на своем состоянии. Сконцентрируйтесь на своем состоянии. То, как вы себя ощущаете. Почувствуйте то, где вы сейчас вообще находитесь, что вас окружает. Именно то пространство, где вы сейчас находитесь в данный момент. И теперь попробуйте выйти чуть-чуть за пределы, то есть почувствовать именно как некое такое свое поле жизни. То есть поле своего настоящего, то, где в той точке, в которой вы сейчас находитесь, именно на линии своей жизни. И вот почувствуйте некие аспекты. Насколько уверенно вы чувствуете себя на своем рабочем месте или себя как специалиста. Вот прям почувствуйте. Нам нужно определить ключевые моменты, где у вас есть какая-то неуверенность. Теперь почувствуйте себя в своих взаимоотношениях. У кого-то, возможно, они есть, но не такие, как хотелось бы. Или, например, у вас вообще нет отношений, и вы тоже себя от этого, возможно, чувствуете где-то неуверенно. Как мужчина, как женщина. Все никак не получается отношения выстроить. Либо притянуть необходимого партнера, который бы соответствовал именно вам. Ну, почувствуйте. И попробуйте еще определить, где в теле у вас это откликается. Почувствуйте, где откликается в теле уверенность. В себе как в специалисте, как в работнике, как, может быть, если вы занимаете какую-то управленческую должность, тоже почувствуйте, насколько вы уверены. И где в теле это откликается. И точно так же почувствуйте, где откликается в теле партнерство, взаимоотношения с противоположным полом. Насколько уверенно вы себя ощущаете, и где в теле это откликается. Определите эти точки в теле. И теперь почувствуйте еще один аспект. Это финансы. Почувствуйте, насколько уверенно вы себя ощущаете в своем финансовом потоке. Хватает ли вам на все? И чувствуете ли вы способность заработать больше? Может быть, вы чувствуете какой-то потолок, или внутри вы понимаете, что вам хочется больше, но у вас не хватает ресурса, или, опять же, смелости, решительности, уверенности в том, что вы это можете. И точно так же почувствуйте, где это находится в вашем теле. Зафиксируйте это ощущение. И теперь почувствуйте свое будущее. Осознайте свое будущее. Словно вы сейчас своим вниманием ныряете в свой коридор событий, и можете прощупать своим сознанием свое будущее. Почувствуйте, как реагирует ваше тело. Насколько вы уверены в своем будущем. Либо у вас возникает внутреннее беспокойство, что что-то может не получиться, не реализоваться. Определите это в теле. И если у вас еще есть какой-то внутренний запрос относительно уверенности в любом аспекте жизни, вы точно так же можете определить это, почувствовать и осознать, где в теле откликается состояние, может быть, тревожности, неуверенности. И почувствуйте это в теле. И теперь сделайте глубокий-глубокий вдох. Глубокий-глубокий вдох. И почувствуйте, как на выдохе вы постепенно начинаете сворачиваться внутрь. Словно ныряете под выдох и погружаетесь глубоко-глубоко в ноги. Почувствуйте, как вы словно падаете вниз. Но вас это не пугает, вы просто легко и свободно словно падаете внутрь, летя по некому коридору вглубь себя. И в какой-то момент вас выбрасывает и вы оказываетесь в пустыне. Вы ощущаете плотный горячий воздух, который прикасается нежно к вашей коже. Вы ощущаете, как жар пронизывает все ваше тело. Вы чувствуете, как голыми ногами вы идете по горячему песку. Бескрайняя-бескрайняя пустыня. Вы ощущаете, как вы вдыхаете теплый воздух. Этот теплый воздух проникает внутрь ваших дыхательных путей и наполняет все ваше тело. И вы двигаетесь по этой пустыне, осознавая все свои сомнения, неуверенность в каждом аспекте своей жизни. Вы их помните. Вы помните то, где это отражено в вашем теле. И идете по этой пустыне. Внутренне вы желаете обрести эту уверенность. Вы желаете четко стоять на ногах, ощущать внутренний стержень, опору на самих себя. чувствовать энергию внутри себя, внутри своего тела, внутри своего сознания. И вы двигаетесь за этой уверенностью по этой пустыне. И в какой-то момент вдали вы начинаете видеть силуэт. который постепенно приближается к вам. Он гораздо выше, чем вы. И уже издалека вы начинаете чувствовать невероятно мощную энергию. Воинственную, уверенную, сильную, мощную. К вам навстречу двигается бог сет. и неважно, как он у вас выглядит, в каком образе он перед вами предстает, вы ощущаете на уровне ощущений и уровне энергии. энергии. Словно ощущения вибрации, силы, идущие от этого образа, от этого бога. и вы приближаетесь и вы приближаетесь все ближе. поднимая поднимая голову вверх, вы видите этого огромного бога, бога войны и хаоса. попробуйте попробуйте осознать и почувствовать с настроившими с ним, каких конкретно качеств вам не хватает для того, чтобы все эти ощущения, сомнений, неуверенности ушли из вашего тела, из вашего сознания, подсознания. Почувствуйте, что вам необходимо, что вам нужно. и прямо сейчас вы видите, как он делает взмах в своей руке. И перед вами открывается рядом с вашими ногами некая яма, уходящая вглубь пустыни. И на вашем теле начинают подсвечиваться те места, которые вы чувствовали при определении неуверенности в каждом аспекте жизни. И постепенно вы начинаете забирать эту энергию из своего тела как некие сгустки и отправлять их вот в эту яму. Чувствуете, как с каждым этим блоком, ваше тело становится более легким. Складывайте все, что вам не нужно, выбрасывая в эту яму. Ощущая, как очищается ваше тело, как очищается ваше сознание. вспоминайте всю неуверенность. Возможно, даже перед вашим взором будут всплывать ситуации прошлого, которые зародили ядро вашей неуверенности и ваших сомнений в себе, в своем пути, в своей реализации, в любви, в финансах. Вы просто сбрасываете все это в эту яму. И пусть вас не отвлекают никакие звуки. Вы максимально сосредоточены на практике. теперь почувствуйте, как ваши стопы начинают нагреваться от горячего-горячего песка. Чувствуйте, как жар этого песка начинает проникать ваши ноги, словно входить через стопы внутрь вашего тела. И этот жар постепенно начинает подниматься по вашим ногам. Все выше и выше. Словно начинает вычищать все из вас, все остатки, то, что вы могли забыть, оставить, не захотеть расстаться. Чувствуйте, как этот жар вытесняет из вас всю вашу неуверенность, все ваши сомнения в себе, в своем пути, в себе, как в мужчине или как в женщине, как в специалисте, как человеку, кто может добиваться поставленных целей, следовать своему сердцу. Этот жар начинает нагревать все ваше тело, и вы чувствуете, как словно испаренно выходит из каждой поры кожи. И теперь вы переводите свой взгляд и начинаете смотреть в глаза Богу Сету. Вы видите, как они начинают загораться огнем, становятся красными, и вы удерживаете его взгляд, почувствуете его мощный тяжелый взгляд. И через этот взгляд он начинает передавать вам силу. Вы ощущаете, как в тех местах, которые стали пустыми, там, где была неуверенность, начинает возрождаться новая энергия. Вы начинаете чувствовать, как внутрь вас, через этот взгляд, начинает вливаться мощная энергия уверенности, силы. позвоночник. постепенно эта энергия начинает выстраивать и структурировать ваш позвоночник. Вы ощущаете, как будто у вас стальной стержень внутри, но при этом он может быть гибким. Вы можете почувствовать, как ваша спина вытягивается и распрямляются плечи. вы ощущаете эту мощную внутреннюю силу, которая сейчас через взгляд, с этой, через ваш взгляд начинает проникать внутрь вас. и вы впитываете подобно губке всю эту энергию внутрь. Она начинает структурироваться, заполнять все пустоты, которые вы выпросили из себя, наполняя уверенностью и силой и прямо сейчас в вашей голове могут возникать образы воспоминания мыслеформы. Там, где вам было страшно проявить себя, отказать кому-то, выбрать себя, отстоять свои границы. И теперь почувствуйте, что у вас есть вот это мощное энергия сэта. Вы ощущаете себя воином, но в то же время не агрессивным, а максимально спокойным и уверенным. Возможно, в вашей голове появляются некие цели и возникают и возникают мысли о том, как необходимо действовать, что нужно делать. вас пробуждается пробуждается действие, желание действовать, желание проявлять себя без страха, сомнений, сопротивления. вы ощущаете мощную опору под ногами. Вы ощущаете, что вам не важно чужое мнение. вы ощущаете внутри себя ту искру правильности и тотальное знание, как для вас будет правильно. Почувствуйте, что вы способны идти вперед, невзирая ни на что, ни на какие препятствия. Вы ощущаете в себе мощный заряд силы. Осознайте, что вас не сдвинуть, не сломать, не пошатнуть словно действием. Вы сейчас максимально сонастраивайтесь с этим чувством. пробуждая его внутри. У вас есть эти качества, просто они, возможно, где-то спали, и сейчас они раскрываются по максимуму. Представьте, что вы можете двигаться вперед, невзирая ни на что. мимо. могут проплывать чужие слова, фразы, но вы их не слышите. вам они не интересны, они вас не задевают. У вас есть внутренняя опора, воинственная сила, уверенность и мощь. вы можете ощутить себя этим богом, с этом. Почувствуйте, что внутри вас этот архетип есть, и вы можете проявить его положительные качества. Когда необходимо будет отстаивать себя, выбирая себя, выбирая свои интересы, вы можете проявить эту силу в полной мере. Наполняйтесь этой энергией, чувствуйте. И прямо сейчас почувствуйте, что бы вы хотели достичь и к чему прийти. И прямо сейчас вы наблюдаете, как перед вами появляется некая дорога, словно песок этой пустыни слегка начинает расходиться, и вы ощущаете некий путь к своей цели или к цели. какая-то может быть ближе, какая-то дальше. Теперь почувствуйте, что сзади вас становится бог сэд, и вы чувствуете его присутствие, вы осознаете его воинственность, его умение двигаться к тому, что ему необходимо и то, что он хочет, и то, что он возьмет любой ценой, и никто ему не помешает. И почувствуйте, что вы сейчас делаете шаг своим целям из этого состояния. Вы ощущаете, словно за вашей спиной стоит этот бог, и он вам транслирует эту энергию, энергию уверенности. И вы делаете первый уверенный шаг, делаете второй уверенный шаг, и постепенно эти шаги из медленных превращаются в более быстрые. Чувствуйте, что с каждым шагом вас разгорается сила и уверенность на максимум. Вы чувствуете сзади себя поддержку этого бога. И вы двигаетесь вперед, как некий воин. воин силы. Осознайте, что вам легко это делать. Осознайте, что вы идете с поднятой головой. И все страхи отлетают прочь, все сомнения отваливаются, словно сгорает, даже не прикасаясь к вам. И вы легко двигаетесь вперед, ощущая, как этот огонь и искра уверенности разжигаются все больше и больше в вашей груди. осознавайте состояние, состояние, в котором вы двигаетесь. Осознайте, что вас не остановить, что если вы что-то решили, вы к этому придете, вы это возьмете, потому что вам это под силу, и вы это можете. осознайте, что вам легко проявлять себя, осознайте, что вам легко отстоять себя, выбрать себя, взять то, что вам нужно. и вы можете дойти до этих целей и почувствуйте, что в таком состоянии это делать легко. Осознайте, что вы всегда можете сдвинуться в это чувство, в эти качества, в эти состояния, тогда, когда это необходимо. Как только вы будете чувствовать малейшую неуверенность, вы можете вспомнить это чувство, это состояние, и оно автоматически будет включаться внутри вас. Вы словно будете разжигать искру уверенности внутри себя, если она будет исчезать, тухнуть. вы знаете, что вы это можете вновь разжечь внутри себя, потому что вы знаете, как это чувствовать, как это идти, как выбирать себя. И теперь, повернувшись к Богу Сайту, поблагодарите Его за ту силу, которую Он позволил воспользоваться, за ту силу, Которую Он Вас наделил, Которую Он Вас пробудил. И постепенно вы разворачиваетесь и идете по этой пустыне. Вы идете по горячему песку, вы ощущаете воздух плотный, обжигающий, вы чувствуете свое горячее дыхание, вы осознаете палящее солнце, и вы осознаете то, как изменилось ваше состояние, то, как расправились плечи, то, как появилась внутренняя уверенность стать силой спокойствия. и делая глубокий вдох, на выдохе вы начинаете осознавать себя в своем теле. Вы осознаете себя в своем теле. И прямо сейчас вспомните. Вспомните те аспекты, в которых вы чувствовали себя неуверенно. Вспомните свою работу, и то, как вы воспринимаете себя как специалиста, и почувствуете, что поменялось. Возможно, вам придет мысль или знание, как действовать по-другому, как вам легко можно себя проявить, еще сделать, чтобы чувствовать себя так, как вам хочется. Может быть, нужно где-то отставить свои границы или кому-то сказать нет, или заявить о себе. теперь осознайте себя в отношениях, в партнерстве и почувствуйте там, что изменилось. где-то замечать свои несовершенства, это тоже нормально. Возможно, вы сейчас заметите какие-то несовершенства, будете знать, как это подкорректировать или, возможно, просто принять внутри. осознайте финансовую сферу и почувствуйте «я могу то, как я хочу». Легко. Осознайте, что у вас есть сила, ресурс, энергия и уверенность. осознайте это состояние, которое вы приобрели и то, как оно поменялось. И теперь почувствуйте еще свое будущее. Почувствуйте свое будущее. Осознайте то, из какого состояния вы сейчас на него смотрите, из какого состояния вы сейчас его чувствуете. Что поменялось, и теперь еще раз переведите внимание на самих себя почувствуйте что изменилось внутри вас в теле в сознании в ощущениях и теперь осознайте себя здесь и сейчас в этом пространстве времени в этой точке и делая глубокий-глубокий вдох плавно и медленно открывайте глаза и друзья конечно же больше большой вопрос как ваше состояние как вы себя ощущаете как вы себя чувствуете так я не понимаю только у меня едут ли у меня комментарии дайте пожалуйста обратную связь как у себя ощущаете на самом деле от состояния очень многое зависит от того как мы себя вообще чувствуем космос отлично супер вроде бы поднимаются комментарии это супер смотрите на самом деле запомните вот это состояние вот это чувство так очень тепло немного в сердце щемит ничего страшного выдохните выдохните вот прям почувствуете вот это ощущение щемления да и вы прям выдыхайте плакали это хорошо это тоже процесс такого очищения классная практика благодарю так отлично дашенька благодарю пожалуйста смотрите ребят здесь так выдергивала себя жертва отлично на самом деле мы поверьте у нас наши предки жили в жертвах да и нам это передалось поэтому мы сейчас будем потихонечку да из этого самостоятельно выходить так заболела спина сверху видимо меняется состояние тела а где сверху плечи возможно вы на себе тащите чужую ответственность чего-то и вот вам нужно просто сдвинуться в свою но что знаете у нас есть вообще состояние жертвы это такая тема в которую многие попадают мы часто жертвуем собой ради кого-то тащим чужую ответственность да и так далее то есть на самом деле опять же тоже как делая как бы некую такую медвежью услугу да это все делается из состояния нужности да нам хочется быть нужными важными и поэтому мы начинаем просто тащить как бы чужой груз до чужих чужие проблемы там и так далее даже в принципе может быть там и родителей или там каких-нибудь братьев сестер это вообще вот так огонь в глазах такой сильный как долго странно в плечах шеи появилась сильная тяжесть это блок или пришла энергия в эти места сильнейшую уверенность чувствую скорее всего ребят смотрите возможно это блоки вот если вы чувствуете тяжесть на спине вообще такого быть не должно вы должны почувствовать что вас спина расправилась и вы знаете вот вы наоборот чувствуете как будто вот ну такую мощь да вот но как правило там нету тяжести на плечах то есть если вот здесь где-то у вас на спине есть тяжесть там на пояснице например это вам тело на самом деле ваши сигнализируют о том что вы тащите просто чужую какую-то ответственность чужую энергию ее нужно скинуть это если это какая-то рабочая история то нужно научиться делегировать на потому что поверьте это тоже сама очень долго училась этому потому что мне всегда казалось так лучше меня никто не сделает да но это опять же вопрос доверия да то есть тоже тоже нужно учить учиться точнее доверять на учиться тому что ты можешь кому-то делегировать какие-то свои задачи и довериться человеку да где-то ему подсказать научить и так далее если например вы чувствуете чтобы просто тащите кого-то что-то дали там вам не знаю друзья на вас постоянно что-то от вас требует родители может быть какие-то родственники или еще что-то нужно выстраивать границы потому что тем самым когда мы выстраиваем когда мы говорим нет мне это не подходит человек тот которому вы отказываете он становится сам как бы самостоятельным да то есть он начинает думать как ему поступать как ему действовать что ему делать да поэтому здесь мы даже когда отказываем человеку иногда понятие эту нужно делать какая разница каким у вас будут считать ну подумать что вы стали зазнайкой или еще кем-то вы же внутри знаете для чего вы это делаете а в итоге человек потом сам сможет принимать какие-то решения а так когда мы тащим кого-то на себе или там чужую вот эту ответственность мы только хуже делаем этому человеку и себе в том числе потому что на энергетике мы у него тоже право как бы этой ответственности забираем у меня шея расплавилась ощущение внутренней стержень прекрасная практика благодарю так спать хотелось проснулась после практики отлично боль в пояснице в принципе та же самая история так была тяжесть концу медитации ушла тяжесть отлично так состояние великолепное чувство силы в теле тепла уверенное состояние в состоянии все могу чувство спокойствие голова чуток кружится в спине мурашки теплые ничего страшного это нормально можете сделать глубокий вдох выдох и ну вообще знаете очень часто бывает такое когда ты в глубокие какие-то практики погружаешься может чуть-чуть как бы голова подкруживаться потому что энергия тоже да какая-то новая поступает это нормально но если будет вдруг плохо просто глубокий вдох и немножечко подышать и придете в себя так позвоночник горит и солнечное сплетение супер потому что позвоночник это наша внутренняя опора на то есть как бы если у нас есть проблемы с позвоночником значит мы не можем на себя опереться значит мы нам нужно всегда какая-то внешняя пора на либо там какие-то там близкие либо друзья либо родители либо любимые либо еще что-то но когда ты вот осознаешь что а вдруг этого всего не будет вот чаще всего знаете люди ломаются тогда когда например они все время опираются на что-то или на кого-то и когда вот эта опора исчезает вот например там распался брак например да или там ушли родители там в мир иной да и человек ломается почему потому что он опирался на родителя он опирался на своего там замуж или на свою жену и как только эта опора уходит все теряем вот этот фундамент да и мы начинаем бояться мы начинаем терять вот эту уверенность поэтому нам нужно обрести уверенность на себя на то есть нужно научиться опираться на себя только тогда когда я чувствую внутри себя вот стержень и я способен опереться на него тогда я могу очень многие вещи повлиять на самом деле на и на свою жизнь и там где-то на тебя будут равняться например твои близкие видя в тебе вот вот эту мощь на то есть вот там совета кого-то спрашивать и так далее вот поэтому конечно же и когда вот если вдруг что-то такое произойдет у тебя внутри уже будет опора потому что ты есть и это это главное и тогда тебя уже ничего не сломает то есть ты уже можешь рефлексировать на то есть ты уже можешь на спокойно воспринимать какие-то события и смотреть из глубины на на все происходящее то что стоит происходит вот поэтому это конечно важно на уметь именно вот опираться на себя вот что касается вот солнечного сплетения то что у вас это наша манипура да отвечающая отвечающая за волю воля в том числе как бы там и уверенность живет да все люди успешные которые куда-то двигаются они всегда едут на воле поверьте все всегда боятся все абсолютно все но либо ты справляешься со своим страхом и идешь в этот страх да уверенно идешь в этот страх то тогда у тебя нарабатывается стержень в том числе да и эту уверенность точно также нарабатывается потому что ребят знаете на самом деле чаще всего как бы мы боимся того что возможно никогда не произойдет то есть мы просто себе это придумываем в голове начинаем это верить и как бы вот этот стран да он начинает нас одолевать и вот помню детство свое когда я была маленькая и мы там прыгали с крыши и все себя боялись вот я знала тогда одну простую вещь самое главное прыгнуть быстро пока у тебя не возникла мысль о страхе и и когда-то я всегда так мне надо быстрее своего страха просто потому что чем больше ты начинаешь думать о том что ты то чего ты боишься тем больше ты в это погружаешься поэтому нужно идти вперед быстрее своего страха так быстрее вот этой мысли а если не начинает одолевать по стараться переключаться концентрироваться на цели и вот уже кстати так быстро прошло время целый час пять минут осталось я хочу вам самое главное сейчас сказать я вижу ваши комментарии самое главное хочу вам сказать вот запомните пожалуйста вот это состояние эфире я конечно же сохраню запомните вот это состояние которое вы сегодня взяли и запомните тот образ сета который к вам пришел кто-то из вас знает как он выглядит да кто-то не знает поэтому я не стала сейчас углубляться и тратить время на описание то как он выглядит и так далее да потому что там важно состояние и но вам пришел какой-то образ то есть вам пришел какой-то образ этого бога и запомните этот образ и как только вы начнете чувствовать в своей жизни вот эту неуверенность да там где вы будете терять вспомните этот образ тот образ который вам сегодня пришел медитация и вспомните то состояние как только вы вспомните этот образ, вы вспомните сразу все те чувства и все те состояния, которые вы сегодня почувствовали. Вот это наполнение, вот эта уверенность, эту силу, эту мощь. И просто представьте, что он встает сзади. Вот вам, не знаю, нужно пойти на какую-то встречу, где-то границу своей отстоять, где-то, может быть, как-то себя проявить. Но вы чувствуете тревогу, вы чувствуете волнение. И вот в этот момент, вы знаете, ребят, я честно вам скажу, что перед каждым эфиром я всегда волнуюсь. Но как только я захожу на эфир, вот я буквально там через, там, за пару минут до эфира, да, я просто настраивалась и входила вот в этот архетип бога сета, для того, чтобы взять вот эту уверенность и силу, это состояние, чтобы вам его передать. Я успокоилась. И это нормально. Каждый человек, выходящий на сцену, в прямой эфир, в сторис, там, куда угодно, всем чувствует волнение. И это может связано быть вообще с абсолютно совсем, любому действию, которому мы боимся делать, да, где мы волнуемся. И вот когда вы будете вспоминать вот этот образ, который вам пришел в медитации, просто представьте, что он стоит сзади вас, да, держит вас за плечи. И вы начинаете чувствовать, как меняется ваше состояние, как распрямляется, 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 точнее, позвоночник, да, как появляется внутренняя энергия, да, вы просто чувствуете силу. Посмотрите, как выглядит сет, посмотрите, такой ли он вам пришел. Вот. И вы почувствуете, как ваше состояние изменится, и как вы уже абсолютно по-другому будете, будете проявлять себя, да, будь то, там, не знаю, там, какое-то совещание, или там какая-то важная тема, которую вам нужно решить, да, или какое-то действие. Просто попробуйте, попробуйте это, и я уверена, что вы удивитесь этим результатом, потому что вы очень быстро сдвинетесь в это состояние, в этот образ. Так, с тем образом, который пришел там, вы можете с тем образом, который пришел, потому что у вас сейчас произошла, если вы даже не знаете, как выглядит сет, вы можете либо посмотреть, да, сейчас, там, в интернете, как он выглядит, и настроиться на него, еще раз почувствовать это состояние, либо поработать, либо поработать конкретно вот с тем образом, который пришел, потому что у вас все-таки склейка вашего бессознательного и сознания произошла, она плюс тело, которое начало сразу реагировать на то, что вы увидели, и то, что вы почувствовали. Ну что же, друзья, осталась одна минутка, я тогда с вами прощаюсь, повторяйте практику, помните о том образе, который вам пришел, Будьте уверены и любите, что вы делаете. Всем пока!